Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог! Сегодняшнее видео будет... Я даже не знаю... Это не про моду, не про гардероб. Я буду собираться. У нас... Нам предстоит завтра поездка. Мы летим в Китай по работе. У нас там большой... Большой, небольшой проект. Мы летим с мужем. Будет так насыщенно очень. Но мы, я надеюсь, и отдохнем чуть-чуть. У нас там подруга живет, мы к ней съездим в гости. Я прям не могу, жду. И я вам покажу, как я буду паковать свой чемодан. У меня есть один трюк. Может быть, он вам будет тоже полезен, если вы едете куда-то в поездки. Меня давно еще научила подруга, что когда ты едешь куда-то, и вот все время, знаете, думаешь, надо это взять, надо то взять, надо еще что-то. И потом, когда открываешь чемодан, у тебя в чемодане такой немножечко месиво из разных цветов, из разных стилей и так далее. И ты думаешь, господи, чем же ты думала, зачем же ты столько всего взяла, и зачем, и как. И она меня научила брать все черное. Грубо говоря, ну, лето это понятно, когда ты едешь в лето, не очень хочется черного. Но это очень подходит, когда ты едешь куда-то, где холодно, где дождливо. И мне это подходит сейчас как нельзя лучше, потому что там сейчас холодно, там дождливо, там, не знаю, снег, не снег. Ну, короче, мне подходит это. И черный цвет, он как бы основной у меня будет. Основной черный цвет, я его разобью немножко аксессуарами, там, какими-то яркими сумками, клипсиками. Шарф у меня тоже черный. Ну, короче, сейчас я вам все покажу. Покажу, что я беру. Если вам это интересно, пожалуйста, смотрите. Покажу также, с чем я поеду, какая косметика, какой парфюм и так далее. Давайте начнем. Итак, я еду вот в этих вот кроссовках. Кроссовки это самая, наверное, удобная вещь вообще для перелетов, для большого, когда ты ходишь очень много, потому что мы будем очень много ходить, мы будем целыми днями ходить. Это такие кроссовки, я их, по-моему, уже показывала, это Йоджи Ямамото. Они очень легкие, очень мягкие, и в них, ну, в них просто здорово, и они подо все подходят. Они очень стильные и черные. Также по обуви я возьму еще одну пару. Наконец-то у меня будет возможность их прогулять. Я их очень люблю. Это вот такие вот колотушки, я их называю. Это Генри Кьо. Это вот все тут тепленько, на меху. И вот такие вот колотушки. Тут резина, они не скользкие, они очень удобные. Я думала, вот с колготами и с платьями я их буду носить. Вот у меня будет такие две пары обуви. Это я... в них я, конечно, не полечу, я полечу в кроссовках, а эти будут на поток. Дальше. Наверное, самое главное верхняя одежда, потому что верхняя одежда одна основная, ты не можешь взять с собой там пять пальто или там одно пальто, одну куртку, одну жилетку и так далее. Я нашла очень классное пальто. Я его еще не одевала. У меня есть такое пальто в розовом цвете. Сейчас у меня есть такое пальто в черном цвете. Это такое длинное пальто. Вот такое, черное. И оно из искусственной кожи. Но искусственная кожа настолько потрясающе сделанная, оно не пахнет, оно очень мягкое. Оно очень кайфовое. Мне оно очень нравится. То есть вот оно вот так выглядит. Его можно застегивать прям до конца. Получается очень стильный силуэт с черными кроссовками. Я прям жду. И оно идет вот с таким поясом. То есть можно просто вот так вот его запахнуть и пойти. Очень красиво, очень, мне кажется, элегантно и с каблуками, и с кроссовками, как я уже говорила, с юбками, с джинсами. Я возьму одну пару джинсов, а так, конечно, у меня колготки, юбки и платья будут. Дальше покажу вам, с чем я буду это пальто носить. Немаловажная вещь, что оно не промокает, потому что там сейчас очень холодно и... Ну, как холодно? Не холодно, не до такой степени холодно, как мне сказала моя подружка, что нужно там мех вести. Но вот в таком она, говорит, будет хорошо. я сконсультируюсь. Так, и моя как бы база, база, моя база. Моя база состоит из вещей от Исэмияки. Они у меня, знаете, этот гардероб Исэмияки, он пополняется, пополняется, пополняется. ну, наверное, вот этим вещам, наверное, лет 10. Каким-то меньше, каким-то больше, но они вечные, они не выходят из моды. Если вы знаете, да, Исэмияки это вот такие плессированные вещи. Очень, очень удобные. Их очень удобно брать с собой, они не мнутся, их не нужно гладить. То есть, их вот так вот сложил в такую трубочку и все. Я беру с собой вот такое платье-майку, вот такое. Оно чуть ниже колен, но я его иногда делаю с поясом, как-то на слайву. Ну, в общем, это очень классное платье, ну, я обожаю. Дальше я полечу самые удобные вообще штаны для полетов. Тоже это штаны Исэмияки вот такие. Это его линия называется Плиц-плиц. Сейчас я вам покажу. Вот так. Плиц-плиц-плиц. А вечные. Вот это вещи вечные. Вот если вы ищете какие-то очень удобные и вы хотите как бы вложиться во что-то, это вот идеальный вариант, потому что, ну, не знаю, они довольно-таки классические, они очень удобные, но они, грубо говоря, вообще нализают на всех. Это немножко отсвечивает. Я давала их маме носить и сама ношу с удовольствием. И тут будут такие у меня штаны, я в них полечу в футболке, в кроссовках, а потом просто, когда мы прилетим, я надену пальто. И такие же шорты. Тоже. Вот такие шорты. Они, по-моему, называются, ну, они юбка-шорты, знаете, такие? Вот. Ну, потрясающие вещи. Я думаю, сейчас покажу вам, может быть, взять еще платье его. Оранжевое у меня есть. Оранжевый такой странный цвет, он иногда подходит кому-то. Иногда не подходит. В общем, сейчас покажу вам свое оранжевое платье. Оно потрясающе красивое. Вот такое. Знаете, у меня очень давно была книжка, когда я еще училась в Академии на дизайнера, и у меня была книжка из Семьяки, она так и называлась. И там вот все вот эти одежды очень красиво было сфотографировано, как вот он их придумывает, как раскладки вот эти. Я даже не могла себе представить, что когда-нибудь они у меня будут, эти вещи. для меня это было просто смотреть, как альбом с изображениями каких-то художников известных. Но жизнь так повернулась, что вот у меня есть и даже не одна, я этому рада. Удобно. Это удобно, и, конечно, это гениально сделано, это потрясающе. Так, я показала вам как бы свою базу. Это черное платье, черные брюки и черный шорт. Шорт я, естественно, буду носить на черной колоде. Дальше я возьму две юбки. У меня такая идея сложилась, что если мы куда-то пойдем, ну, я надеюсь, мы куда-то пойдем, я одену вот такую шелковую юбку. Это стопроцентный шелк, она с подкладкой, с такими очень красивыми вышитыми черными стразами. То есть, грубо говоря, она идет подо все. Она очень такого красивого фасона. Он, то есть, подчеркивает нужное и не подчеркивает ненужное. То, что мы все любим, такая бархатная здесь поясок. И я эту юбку думала одеть просто с таким обычным обычным совершенно джемпером. Простите, у меня тут даже еще остались этикетки. Это он тоже черный, такой три четверти рукав. И вот с этими колотушками, если мы куда-то пойдем, я пойду, такая нарядная. И еще одну юбку, она черно-белая, тоже шелковая. Она такая узкая, а книзу так немножечко расклешается. Вот такая вот юбка. Ее классно, мне кажется, даже будет с кроссовками одеть. Короче, с этим черным плащом мне хотелось подобрать что-то такое внутри, чтобы было очень женственное. Потому что плащ, он такой очень структурированный, такой простой, черный, черные кнопки. И поднимаю, просто думаю, носить что-то такое с теплыми колотами. Будет мне хорошо и окружающим приятно, я надеюсь, на меня смотреть. Просто это вот, как я называю, бейсик, такие вот трикотаж такой с длинным рукавом. Если очень будет холодно, я на него одену мой любимый жакет от Rick Ovens. Знаете, наверное, Rick Ovens такой дизайнер. Ну, если не знаете, посмотрите, он делает лучшие в мире кожаные изделия. То есть это, ну, это гениальное изделие. Вот этой куртке, наверное, лет 15. она, конечно, уже вся вот где-то и выгорела, где-то и потерлась, но она от этого становится только красивее. Наверное, видели вы меня в видео каких-то. Она, знаете, она просто как вторая кожа, она как кожа вообще тут как масло. Она вас обтягивает, ну, это бесподобно. То есть, если будет холодно, я поверх вот этих тонких трикотажных черных вещей одену вот этот жакет и сверху еще кожаный жакет и будет вообще супер. Так, дальше. Еще я возьму с собой вот эту кофту-свитер. Она не черная, она черно-белая, но она подходит подоше, подоше, подоше. мода для кинзо. Кинзо был просто, по-моему, самым прекрасным модным домом и одежда была потрясающая. Но сейчас, к сожалению, он ушел из кинзо. Я даже не знаю, сейчас он делает свою коллекцию или нет. В Австралии делает, делает он делает свои коллекции, но в Австралии они не продаются. Дальше. Две совершенно невесомых, но нужных вещей, вещи, это такие комбинации. Одна чисто шелк, черная, тонкие бретельки, ее можно одеть колготы, комбинация шелковая, сверху кожаный жакет. Можно одеть колготы, черная комбинация, сверху матроску, опять-таки будет все нормально. Вот такая вот, они ничего не весят, но мне будет спокойно, что они у меня есть. А другая немножко более такая развратная, если можно так сказать. Тут больше кружев. И по низу идут такие кружева. Они довольно-таки откровенные, но вот эта откровенная, но так как я буду носить ее с колготками плотными, все будет окей. Возьму одни джинсы. Одни. Я не люблю честно говоря штаны. Я человек платья, я люблю платья, люблю юбки, люблю все такое женственное. штаны H&M мне дико понравились, я дико хотела себе такие штаны, никогда не думала, что они мне подойдут вообще когда-то. Это штаны очень широкие, вот с таким вот высоким поясом. вот они такие, простите, ширинку застегну, вот такие штаны. У меня еще на камере выглядит очень страшно, очень широкие, вот такие, но когда вы их одеваете, они очень крутые, очень, очень крутые, почти как длинная такая макси юбка, и если их носить, то даже с кроссовками можно, а если вот их носить с теми луками, вообще класс. В общем, я жду, не дождусь, когда я их одену. И вот сейчас, пока я с вами говорила, я поняла, что вот эта вещь лишняя, я хотела взять еще вот это платье, но сейчас поняла, что оно лишнее, а с другой стороны нет, оно сочетает в себе как бы образы платья и юбки. Это вот такая одна, это такая юбка снизу, такая пушистая, такая красивая, а сверху просто такая базовая в обтяжку, такой верх. Ну, можешь, возьму. И вот это поло, это черное поло, такой полупрозрачный, очень красивый, мне нравится длинный рукав. тоже, наверное, возьму, они ничего не весят. Так, покончили, наверное, с одеждой? А, если вдруг будут холода и морозы, у меня есть шапка, я ее купила в магазине Кос, вот такая вот с пумпоном шапочек. Вот такая шапка, я ее еще ни разу не одевала, потому что в Австралии не было у меня возможности, честно говоря, ее одеть. И шарф, шарф, это моя любовь, это Денис Симачев, когда-то давно-давно я у них работала, у меня есть шарф, такой шарф, я очень люблю, очень люблю, он теплый, он красивый, он необычный, и я люблю, конечно. Так, с этим покончено, давайте я вам сейчас покажу тогда, что я возьму из косметики, чтобы я взяла, что я возьму, а, еще я возьму с собой вот эту сумму, то есть у меня будет рюкзак, если так ходить куда-то, а если куда-то мы выйдем, я одену свою юбку шелковую, я возьму такую сумку-мешок со стразами, никто же не против. Беру с собой книгу, я всегда беру книги, и всегда их читаю в поездке, в основном у меня получается так, что я прочитываю целую книгу в перелетах, перелет, кстати, будет у нас очень долгий, в перелетах я смотрю фильмы и читаю книжки, вот, у меня вот такая книга, по-моему, это просто находка для любителей шампанского, я обожаю шампанское, я большой поклонник французского, хорошего шампанского, Вив Клико, оно не самое мое любимое из французских, но тем не менее будет интересно почитать историю, будет интересно почитать зарождение, как это все, интриги, с пузырьками, как это все зарождало, и давайте я, наверное, камеру сниму, и покажу вам просто, если вы не против, руками, что я возьму с собой из косметики, значит, так, это у меня такая скамейка тут стоит, вы не смотрите, что она такая покоцанная, это очень старинная скамья, очень красивая, винтажная, если я вам покажу детали, если я вам покажу ее ноги, она потрясающе красивая, я на ней очень люблю все раскладывать, когда собираюсь, давайте начнем с того, что я возьму с собой в самолет, вот это моя косметичка, я уже положила, значит так, в самолет туда и обратно я беру две маленьких, ну не маленьких, две маски, одну туда, одну обратно, это маски с улитками, ну улиточной вот этой жидкостью, они увлажняют, они морщины мне разгладят, пока я буду лететь, так что очень хорошо, также я возьму все свои вот эти штуки, это тоник для лица, крем для глаз, эссенция для лица и крем для лица тоже, я никогда не крашу в самолетах, поэтому не буду ничего, ну как бы поэтому смело буду этим пользоваться, батист, сухой шампунь мне он нравится, он очень крутой для своих денег, и вот еще не показала вам бальзам для губ, эта марка называется Мека, Мека Бьюти, это прям вот самое-самое, что ни на есть, австралийская такая косметика, очень-очень классная эта бальзам. Дальше покажу вам, что я беру с собой, но уже в чемодан, умывалка для лица, Clorans, очень милая, очень хорошая, маски очищающие, вот эти, вот эта Милк, это фирма австралийская, очень крутая, если, ну, если вдруг где увидите, извиняюсь за мой маникюр, я еще не накрасила ногти, если где увидите, берите, это, с одной стороны они гладкие, с другой стороны они, как бы, такие ребристые, и очень хорошо кожу очищают, и эксфолиации можно делать. Потом я беру с собой Arames Beauty, это просто потрясающая штука, вот, вы знаете, что я люблю Arames Beauty, так вот, это Beauty Oil, это масло, оно полностью органик, только из натуральных ингредиентов, просто вот, ну, потрясающе, и можно даже кончики волос мазать, и можно мазать локти, губы, лицо, естественно, можно наносить на сухие участки, там, ну, тело, как я уже сказала, там, на локти, куда-то, в общем, очень классное масло, немножко такой специфический аромат у него, ну, потому что органик, чушь уж, слишком такой натуралистичный, но мне очень нравится, там будет прохладно, так что оно мне пригодится, и беру с собой свой шампунь, ну, потому что как вот я без него поеду, а с ним у меня такие хорошие волосы, мне он очень нравится, маленький, маленькой паночки не было, ну, придется тащить свою вот эту, ну, что делать, красота требует жертв, дальше покажу вам косметику, которую я беру, и ароматы, которые я с собой беру, значит, так, косметика, тональный крем, ну, не знаю, буду я его брать или не буду, нет, я его возьму, конечно, но он довольно-таки сухой, может быть, посмотрю, в Дьюти Фри куплю себе какой-то более жирный, потому что вот этот будет сухой, конечно, для холодной погоды, бронзер, я сейчас загорелая, как вы, наверное, заметили, бронзер Том Форд, в оттенке Терра, у меня он очень нравится, дальше, максимайзер для Губ Диор, я уже 500 раз о нем говорила, тушь Шанель для объема, если вдруг куда-то out, аурглаз, яркую помаду, и такую вот помаду розовую, мою самую любимую, Байтери, на каждый день, смотрите, какой-гой-гой, ну-гой, просто прекрасно, Байтери, вот, не беру с собой никакие тени, не люблю краситься, и вот еще карандашик для бровей, забыла вам показать, карандашик для бровей, так, дальше, ароматы, ароматы мне выбрал муж, я его спросила, в чем бы ты хотел, чтобы было, и он мне выбрал вот этот, Lady Vengeance, Lady Mесть, от Джульетты, с пистолетом, я его спросила, почему, он говорит, ну это вот пахнет такой розой, после дождя, мне, говорит, так нравится, ну да, я знаю, вот он нравится, этот аромат, беру его, потом он мне выбрал вот этот аромат, мэ-мэ-мэ-мэ-мэ, говорит, пахнет, как в кондитерской, но в такой, очень модной кондитерской, где сделают такие самые модные какие-то необычные десерты, так что возьму его тоже, и уже мой личный выбор в шерги, но не знаю, буду я его брать или нет, потому что что-то, ну хотя, если будет очень холодно, мне он нужен, дальше у меня две пары очков, одни вот эти, и чтобы разбавить свое черное, 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 черное все, вот такие вот синие, вот такие красивочки, все положу вот в эту косметичку, и, конечно, возьму с собой бархатную ленточку, голубую ленточку, вот такие вот клипсы, на всякий случай, ну вдруг, они легкие, ничего не весят, поэтому пригодятся, и вот эти, это вот одни из моих самых любимых клипсиков, не знаю, что это за бренд, что это за марка, но мне очень они нравятся, и, наверное, ну, наверное, все, я вам все показала, все рассказала, простите, я сегодня, может быть, ну, я вообще, честно говоря, не очень накрашена, совсем даже, потому что у нас, вы не поверите, у нас сегодня 40, до 45, в некоторых районах, в нашем районе, сейчас 40 градусов, и у нас сейчас, у меня тут жужжит кондиционер, только так можно вообще как-то жить, на улице быть вообще невозможно, но я вам шлю, я вам шлю, у кого холодно, я вам шлю тепло, и солнечных лучей побольше, спасибо большое, с вами была Аленка Блок, всем пока, чао-чао, пока!